У нас финал верхней сетки, групповая стадия Тед Капа идет, Ти Аш против Лавлиета, да. Архмак, Дима и Шалу Грейв. Здесь в аваритном, я считаю, конечно, Лайта, потому что он в отличие от Ти Аши не забивал, постоянно находится в топе. Плюс, видите, он постоянно что-то там ищет, придумывает, это не помогло ему, а, это помогло ему, помогло ему в результате. Он проиграл там, где совсем революционные вещи делал, но все равно хороший результат, на мой взгляд, показал. Контрик, привет. Привет, Контрик там с разными персонажами экспериментирует в Диабле. Молодец. Правда, комментирует редко. У тебя же депрессия, потому что у него нет Good Game, мы верим в Good Game Good Emotions. Да, 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 позитивчик, позитивчик, хорошие эмоции. Гораздо приятнее, когда ты болеешь за кого-то, смотря матчи. Тоже к вопросу о том, зачем, зачем Хавк. Кольцо плюс пять, очень неприятная сетка на старте. Обратите внимание, что доконтролил он АОФ, тот не ударил по футмену, экспу не собрал. Здесь не хватает виспа, вис приходит, но поздновато немножко. Можно было забрать двух элементалей и еще сильнее Димку прокачать. Все, и тяж будет ставить базу. Судя по виспу, Лалай тоже... А, нет, у него Т2 уже, он токнул Т2. Думал, может быть, у него тоже какие-то будут подстройки из серии. Давай-ка я воткну нычку. И пошла эмаляция. Дима очень тонковый, с кольцом. Выключил... Нельзя здесь размениваться уже. Он продолжает размениваться. Переключается на рабочих. Т2 теряет одного. Это минус или... Нет, он выскакивает. Еще рабочего может. Ой, красиво. Не того рабочего он привлек для того, чтобы справиться. Ресурсы есть на дерево. Он не уверен, что он будет его делать. Потому что вот сейчас как раз Т2 уже может вырваться. Выйти просто армией, не идти сейчас, например, на Криппинг. Если бы у него была бы разведка и информация о базе эльфийской, пойти его спокойно отменить. Вот, поэтому... Ну да, он не делает разведку, бла-бла-бла-бла. Там могла быть нычка, тоже бла-бла-бла, но... Короче, это слабый такой ход от эльфа, который зависит от действия врага, а не от твоих хороших маневров. Видите, все равно бежит даже вслепую. Очень экстремальный Криппинг там идет. Димка получает еще себе... Книжечку ОС и хреновый артефакт Scrolls the Beast. Нормально. Хантерс Холл, Дима третий. Успел он вернуться к себе на базу до... Ой, и решает не убиваться футменами ради Хантерс Холла отмененного. Теряет при этом фута... Великолепно отбивается Ла Лайт, надо сказать. Ему не хватает виспагдин по центру, чтобы Нага уже здесь была. И приходится Димой бегать, понимаете, в центр для того, чтобы... Ой-ой-ой, тут еще прист. Ах! Еще минус фут. Хорошо, хорошо. Хорошо отбился. А там пандарийские, а не панды. И они на пару бегут сейчас на экспанд. Один будет жечь, другой выжигать. Эмаляция, дыхание. Пшшшш. Еще одно дыхание. Красиво. Сколько там, 4-5 рабочих. Еще не все умерли, кстати. Вот еще одного точечно прям работает. Лалает по нему. И Дима танкует просто великолепно. Может скролл взобьи здесь прожать? Самое лучшее место, время и место, чтобы скролл взобьи. Прожми, прожми. Молодец. Все, и погнали. Вот как он сейчас отбиваться-то здесь будет? Сначала тык в магическую вышку. Минус магическая вышка. Ну а дальше у футменов кайтись, наверное. И все, и Дима нарезает. Ё-моё. И тут кайт хороший, минус фут. Вау. Четвертый Дима, здравствуйте. Очень красиво. И главное, эффективно. И еще база строится параллельно у Лолиты. Рабочие там догорают. Там такое количество. Я уже перестал считать. Там 9, наверное, их в общей сложности умерло. 36, 42. Все по лимиту. Ну, можно отсюда даже спокойно стелепортироваться. О, Архмаг немножко... Нет, нет. Телепорт, телепорт, телепорт. Нет, нет, нет. Может еще выскочить. Снова отменяет вышку. Да, решает разменять телепорт. Телепорт, 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 телепорт. И тык футмена. Футмена слева. Ага. Есть. Ой, молодец. Ни одного юнита он не потерял. Подождите, это не Арча труп? Нет, это футменовский труп. Вроде как. Вот. Ну а дальше что? Дальше лорницы. Экспанд. Играем. У нас панда почти второй уровень получила на всем этом деле. Дима 4 с небольшим, но он... Да, тоже целый уровень фактически он на этом всем получил. Оценил ситуацию и понял, что здесь уже не выруливается. Ну вот, да, да, вот так вот. Красиво. Папа-котипейка говорит, как жиглор эльфа болеет с детства ловлиета. Ненавижу эльфов, добавляет Папа-котипейка. Мне кажется, что люди, которые не любят эльфов, они просто в детстве... Их в школе эльфы обижали. Ну в смысле, когда они играли, там, в варкафт. Они сами за эльфы не играли, но получали регулярно. Не могу сказать, что я сожалею об этом. В конце концов, ну, я к этому отношению никакого не имею. Это ваши проблемы, что вы сливали. Расисты. Меха Паника говорит, что мы должны нагибать судя по текущим патчам. Ну да, просто сильных Хуманов маловато, к сожалению. Но сок там уже огрызнулся на прошлом турнире. Не, ну а что ты приходишь без разведки. Ну, конкретно в прошлой игре, что Хуман сделал не так? В принципе, все. То есть он не сделал разведку, не увидел, что эльф не делает экспанд. Тем не менее, побежал с одной части карты в другую. Пробежал, увидел, что экспанда нет. Прибежал на мейн, увидел, что там Хантерс Холл решил вписаться. Не удалось вписаться. Потерял на этом несколько юнитов. Словил контратаку. Какие вопросы? Мог там четвертый получить. Мог там подзаказаться. Или, по крайней мере, не терять юнитов. Или магазин достроить. Ну, там много вариантов. Вместо того, чтобы бегать по карте и не добиваться ничего, можно сделать гораздо больше полезных вещей. Ну, конечно, проще винить патч какой-нибудь. Дисбаланс, раса, соседа, кота, хакеров. Так, Алавлиет собирается, видимо, сразу ставить тоже экспанд. Вот таких эльфов надо застраивать. Я все еще искренне верю в то, что эльф, который выкапывает, строит барак там и выкапывает его без разведки, он должен умирать от застройки. Не, Fallen Templar, не особо. Но я посмотрел, как Мендал проходит... Он не агитирует проходить... Пройти кампанию второго Старкрафта на каком-то там режиме сверхсуровом, там и проток. Сейчас пыхтит, сидит, проходит. Там говорят, очень интересно. Все, оба ставят базу. Опа, тут футмен, оказывается, был. Так, а что дальше? Неужели будет ставить в такой ситуации даже без арчи базу? Он хочет сначала убедиться в том, что там тоже строится ныщика. Рабочие вроде бы даже остались лес добывать, эти трое. Четвертый битый побежал на мейн, чтобы не рисковать своей жизнью. Не строит пока базу. Альф достраивает арчу, крепится. Что-то рискованно в такой ситуации. Если вот ты теряешь арчу, если противник изначально знает, что ты играешь в такой эксп... У меня был сазон по работе, говорит, фонтамблар, как хочешь сыграл. Но он проиграл. Первый достаточно однокалиточно все, а вторая была прям очень близкая. То есть они там минут на 25 на ТМе зарубились. И три четверти игры он был в лидерах. Но тоже проиграл. Все, видите, если бы сейчас эльфийская база строилась, как бы он ее защищал? Просто приходит АМ. Блин, там едва виспа висят. Когда у тебя строится нычка, виспов не сыщешь. Как никого там нет, там два виспа, естественно, висят. Да жалко их просто. Что они там делают? Зачем они там нужны? Один? Ладно, но два-то зачем? Вот, и сейчас TH может попробовать прессануть. Ну, даже можно не лезть на эльфа, но можно что-нибудь придумать такое, чтобы просто время повыигрывать. Прийти там, понаходиться рядышком, не дать крепиться эльфу. Ну, Дима битый, но сапогами купил себе сапожки. Продал сферку, купил серклетку и сапоги. Блин, какой же Дима сумасшедший. Он даже без здоровья, понимаете, вот даже с таким раскладом, заставляет небольшую армию отступать. Так. Пошла база запоздалая. Ну, типа, отогнал противника, есть время, чтобы там немножко нычка... Но тут же делать разведку тяж. Вот в этот футмен, кажется, он наверх побежит, да? Нет, он вниз идет. Сложно, сложно, сложно. Я сейчас грущу, потому что неосознанно ставлю себя на место Лала-Лайта и пытаюсь понять, как здесь вообще выруливать в такой ситуации. Что здесь можно такого сделать, чтобы как-то вот это отставание по очень поздней базе нейтрализовать? О, не отменен, не отменен Blacksmith. Два тролля, пять арчей, это довольно серьезная армия у Эльфа. Опять эта беготня за Берсом. Ну, ботинки есть, по крайней мере, он не так много времени теряет, как если бы был без. Причем он не делает Defense? Иногда делают, но в начале Demon Hunter у тебя все равно есть симуляции, там вскоре появляется Panda. Defense не делают, по крайней мере, до Т2, ну, в смысле, до заказа Т2, потому что тебе 100 леса, жалко. А потом, как бы, уже близко Т2, и тебе в футменов не так много. То есть, это такой грейд с подвохом. Ты его точно не делаешь до Expanded, ты его точно не делаешь до Т2. А дальше, там, эмаляция, дыхание, и твой выход в Т2. Ну, брейкеры там, я имею в виду. Какие-то более эффективные юниты. Неплохое дыхание, куда-то туда. О, Блад Мэйдж, как раз против панды, да и против Димки тоже увидел. Ну, он, что Дима творит, смотри, сколько урона там на нас. Господи, только подлечился, это такой... Светок лечения. Т2 готов. Ну, эльфа база достраивается, дыхание, чтобы чисто перебить регенерацию. Снова надо эмаляцию про это самое прожимать. Ой, опять пошло-поехало, смотри, что творится. Капец там, Дима, опять уже себе двадцатую тысячу урона набивает сейчас уже на наших глазах. Ну, отбился. Ну, здесь и он отбивался, в любом случае. Вопрос только, сколько терял при этом со мной. При отбивании. Очень хорошо подрезал под конец TH, там нескольких юнитов. Игра сравнялась. Сравнялась. По лимиту сильный впереди TH. Но по экономике сейчас его эльф будет уже догонять потихонечку. А что мы не думали, убирая плату по майне за активацию? Только они не полностью уже убрали плату по майне. Ну, они оставили, снизили ее, но вроде не убирали. Inspired. Просто Inspired вроде как за Хуманов играет, и даже на турнирах каких-то поигрывал некоторое время назад. Поэтому я и начинаю сомневаться, что совсем бесплатная эмаляция выключается. На этом мапе вы должны всегда идти за гиро. Там два или три изменения были, связанные с механикой эмаляции. Если считать... Так. Хороший. Пошла заливочка маной. Бладмейджем. Бладмейджет очень ценный товарищ. Только ему позиция важна. Вот не такая, где он сейчас стоит. Ну, это просто... Он взял своего БМ и похоронил. Че не отступил? Начал танковать лицом. 53 лимита на 47. Из правильных тем, Лолайт верно сделал, что остался на Т2. Сейчас мы гораздо проще будет с массой дриадок отбиваться от этого. Еще он правильно сделал, что панди взял пассивку. Нет, здесь сбивается опять же. Вопрос, когда тот рельфу прожимать. Может быть даже... Нет, сейчас рановато еще, наверное. Как мне нравится, когда дриады, которые уже там 6 штук было построено за все время, умирает в очередной раз там от выстрела второго элементаря. Не факт, что здесь это бьет сельф. Уже. Может, Арифлейд что-то подходит. Бутылки есть у Димики. Надо в кастеров нырять. А, нет, не надо. О, оболишь, есть. У него было оболишь это время. Все, он отбивается. Тогда отбивается. Сейчас кастеров надо штрафовать. Кастеры, сорочки, присты. Вот все вот это вот дело. А, нет, уже мортиры подходят. Подкреплению очень вовремя подходят к куману. Бладмейдж, тут MVP. Ну тут выигрывать аж, вообще-то. Так, к слову. Все-таки выигрывает. Мортирку подрезают одну. Баниш, диспл, нано. Став есть? Став нет. Капец, сложно отбиваться, конечно. Цветки взял, это очень хорошо. Ну, вместо с бутылок жизни. Ой, позиция хреновая. И мортиры вырываются вперед. Первый светок лечения пошел. Тут приоритет по мортирам, в первую очередь. Так. Минус присты, минус сорка. 52, 57. Ну, на тоненького. Если отбивается, то на тоненького. Свиток второй, последний. А подкрепа все идет и идет, и идет, и идет. Инвол надо вырывать. А потом что с Димкой делать? Сейчас Диму убьют. Если бы он подбежал вперед, он сделал бы сейчас два выстрела архмагом и Бладмейджем и убил. Но тебя ж не доконтроливает. Даже в такой ситуации не ясно, что делать. База тут не выживает. Если не вписаться. А без Димы мы не можем вписаться. Дима пока бегает лечиться. Почему Веспов не достал? Веспов не достал. И ополченцы пошли. Все, минус, минус. Это 1-1. Очень грамотная штамповка от Тяша. И очень грамотный Бладмейдж, очень грамотный контроль этого всего дела. Да. Ну, из плюсов там, типа, Дима почти пятый, Панда третий. Ну, а толку, если у тебя экономиков сейчас 75 на 50? Забейте. Нет, это не оно. Дима под инволом, врывается. Дима даже в Баннише горит, да? Ну, в смысле, урон наносит. Ну, ГГ, да. Сейчас ливнет. Ловляет. Это последнее сражение. Да. Какая же Панда бесполезна в этом матчапе? Ну. Тут какая ситуация? Вы берете Демон Хантера с эмаляцией и с миссами. У вас Берна нет на третьем, на четвертом. И вы, соответственно, не можете там периодически Бладмейджа в ноль опускать, чтобы у него не было возможности высасывать ман. А ему мана Дрейна хватает, чтобы и Панду в маны лишать, и Демон Хантера. О, неплохо. Там скинули две ссылки. Первая на Демон Хантера. Видимо, для того, чтобы актуализировать информацию о эмаляции Демидж редакшн 6, 11, 17. Да, одна мана. Активация. Ясненько. Так, и Контрик скинул ссылочку на клип о миликах. Сейчас посмотрим. Это у нас какой-то Монг, судя по хитам на втором уровне сложности. Че, от нового умрет сейчас или че? Стаггер. На-на. Открыл сундук, называется. Не, я открою этот сундук, а потом посражаюсь. Инстант. Какой инстант? Ни одной бутылки не прожал. Ну, ё-моё. Вот, ребята, вот типичный Контрик. На самом деле, это не типично для Контрика, но у Рэда такая же тема. То есть, он прожимает бутылку спустя 2 секунды, после как сдыхает. То есть, у вас все бутылки на месте. Вы начинаете сражаться. Открываете сундук, видите, демоны бегут. Вас бьют. Вы тыкаете, чтобы уйти. Не получается уйти. У меня предположение, что Контрик одной рукой играл. То есть, у него одна рука была занята на мышке, он тыкал. Но вторая рука у него почему-то отказывалась прожимать единицу. Там стаггер. Какая разница? Стаггер, там не стаггер. Бутылки пьешь до конца. Есть вероятность, что ты выскочишь. Не, не, не. Всегда есть сочетание пропущенных этих ударов. Хотя бы для приличия ты должен тренировать себя и выпивать все бутылки перед смертью. Ну, бас. Блин, ну как так? Ну, Контрик, от тебя я такого не ожидал, если честно. Да, здесь кто еще? Ну, убийство еще может... Нет, это стандартный герой, как убийство. А, на следующий трай экономят бутылки. Сразу стартуешь, там у тебя такие... Full Restore бутылочки. Контрик говорит, вот скильдовый тебе клип после такого. Там Пер за 0,5 секунды умер. Блин. Ладно, смотрим, за сколько он умер. С момента первого удара. 6, 7, 8. Полсекунды, да? 7, 8, 9, 10. Вот, получаешь урон на 12-й до секунды. Ну, ладно, да, за секунды умер. Но стандартная реакция человека это 150 миллисекунд. Если ты там профессиональный летчик, то можно там до 40, что ли, миллисекунд натренироваться. Ну, вот, а ты за тысячу просто не среагировал. Тысяча миллисекунд. Ну, ладно. Не, молодец. Красава. Ну, и главное, инстант. Я думал, ты подойдешь к какому-то сейчас этому сундучку, нажмешь, и без лайтинг-резов тебя просто сдует. Ну, потому что название такое инстант. Тейкнул и умер. Там ребята к тебе подошли и расположили, и задали пару неудобных вопросов к твоему монку. Он такой, тык-мык. Побил там, помазал. Попытался убежать. А, третья сложность просто у ворот не сработали. Ну, бывает, ничего страшного. У тебя восемь бутылок, ты за секунду умираешь. У тебя восемь секунд было, чтобы оттуда уйти, прикинь. Ты там сто процентов выскочил бы из стагера. Ладно, сто процентов. Восемьдесят. Ладно, давайте к Warcraft'у, а то контрик пришел, поделился, поделился клипом с мгновенной смертью своей. Так, а мы видим, что, во-первых, Тиаш не спешит ставить базу, но будет ее ставить. Будет нейтралов, чтобы было побольше Blood Last'ом. Чтобы сложнее было крепиться. Ну, и варианты у Ла-Ла, это... Ну, это как обычно. Это, скорее всего, Т3. А, контрик говорит, скорый турнир сезонный. Видимо, по-тиабле я не буду точно принимать участие. Пока его на ГГ не будет, точно не буду. Хотя мог бы, конечно, показать вот этим вот сонным товарищам, которые бы... Ты видел, как у меня Арча вообще умерла в этом? У Изуала на первом уровне. Я там 30 бутылок выпил. Просто. Все из инвентаря вытащил. Одна только осталась. А, не, не про Диабло. Понял, понял. Может, раньше тоже в сезонные были турниры по Диабле. Короче, контрик саботирует у нас трансляции по Варико. Он меня возвращает мыслями к Диабле. Типа, создай персонажа, попробуй дойти. Посмотри, как я там отдался. И ты такой думаешь, блин, ну, кнопки не жмет. Ну, чуть... А мы в Варкрафт смотрим. Хорошо вырывается. Прекрасно горит. Сейчас будет второе дыхание. Шшшшшш. Недобить рабочего одного слева. Дыхни напоследок. Молодец. Все-таки ловлет, как вы видите, делает базу. Он опять с таким таймингом может словить, словить хороший пушек на Т2, как на прошлой карте. Окружение тремя юнитами. Красиво. И Дима на персоналке врывается снова в магическую вышку, уже со второй эмаляции. Начинает нарезать ее. Она доделывается. Ой, в самый ненужный момент. А-а-а. Он мог сюда быстрее прилететь. А, там даже Т2 нет у Тиаша. А-а-а, он потерял, из-за того, что потерял рабочих у него с лесом беда, и поэтому он не прожимает Т2. А-а-а. Не, тогда ситуация не такая плохая. Хреновая, но... Но... И тут надо отбиваться, и там базу надо ставить. Здесь только первые Дриады, первые Аболи, Швиспы вынуждены сходить. Димка возвращается. Ладно, с Димой отобьемся. Ну, грамотно играет, на самом деле. Вот это вот сплит. Ну, Дриаду только отведи. Ну, у него там два направления для контроля. Минус первый Тролль. Закапывается дерево. Ой, и артефакт ломает дерево, смотрите. Големчик со слоумом. Очень дикий. Тролля из-за этого голема мы отдали. Не добили, причем, сами тролля. Жесткая ситуация. 12 лимит разницы. Да, и голем убегает. Отбиваются здесь эльфы. Инспайл говорит, два направления у эльфа, у хумана две базы и кран с армией. Стоит, а ты должен присматривать за рабочими на твоем экспанде, там магическая вышка и пять рабочих, что ты там собрался контролить. Или хочешь дозаказаться на это самое, на мейне во время грейда на Т2. Инспайл, слушай, что у тебя там за это самое? Ты же, ты же вроде играешь за хуманов. Или у тебя опять расизм затмил твои глаза. У туа-та-та, пока не знаю. А, стенку строят. Я тебе одно слово скажу. Шифт. Ши-ифт. Один рабочий, шифт и фермы. Вот тебе и стеночка. Тебе во время Т2, я не знаю, почему я тебе рассказываю, как хуману, нужно не забыть дозаказать блэксмит, подстраивать фермы и иногда достраивать вышки. Все. Из производства у тебя сомнительный барак, потому что не факт, что ты будешь футменов на данной стадии уже достраивать. Тебе нечего контролить ни на экспанде, ни на мейне. Рабов подгонять. Да, 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 построить там четыре раба и успевать метаться. Ой, красиво тут. Минус огар, минус тролль. Дима, как... Дима! В конце хочет телепортироваться. Ну, в смысле, откладывать телепорт, чтобы как можно больше подрезать. Ламба! Да, с ламбой у нас вообще проблемы. Отчасти из-за наемников, отчасти из-за того, что не достроил рабочих. Сейчас он достраивает, но немножко поздновато. Да, вот отсутствие леса у Тиаша очень сильно отодвигает его пуш на Т2, который ему сейчас так нужен. Алхимик, кретивчик попер. И Ла Лайт, не знаю, как он почувствовал, исходя из какой-то, исходя из каких-то, не знаю, какой-то информации, он решил, что в этот раз он будет, он доживет от Т3, доживет до медведей, будет немоздряными аммишками отбиваться. Опа, элементарь, пиу-пиу-пи, дрядка в сетке, тролли, непонятно кому, помогает. Новый элем, но маны у нас не так много, к сожалению. Добиваем, дряду теряем, архмага тыкаем, и алхимик подставляется. Алхимик! Лечится алхимик. Алхимик лечит, панда сдувает. Надо подставить, подставить внизу. Ой, двумя юнитами алхимика окружается, лол. Кек. Сзади два тролля, бесячие. Реально, у него там такое окружение было, дикое. дряда падает, еще одна на троллях, минус арча. Взаимное уничтожение, но на самом деле ситуация хорошая у лолиты. Чего ему эти дряды? Ну, достроил ты там, дай, три-четыре штучки, чтобы они у тебя были, а дальше забей просто. Уже делай грейды на медведей, первых медведей можно адептов и заказывать потихонечку, и все. Нужны вязанки дров в магазине, да, в кастомках в большом количестве. Была такая механика, что ты там, пятьсот, кажется, это еще в оригинальной версии варкрафтов, где-то встречалось. Может, в каких-то миссиях можно было золото поменять на дерево или наоборот. Мне казалось, даже в бете в магазине можно было менять золото на дерево. Но точно в кастомках это было. То есть там иконка даже есть, этих дров. Пуфа каких-то может быть. Может быть, да. Может быть, да. 500 золотом, 250 леса. Как-то так, я помню, менялась она. Дима пятый. Артефакты очень хорошие у Ти Аша, и он идет пушить. Но для Пуша у него 59 лимита. Да, это больше, чем у Эльфа. Кстати, там могут быть МГ, а не Медведи. Больше даже скажу, это МГ, а не Медведи. Ну что, он Адептов еще? А, нет, нет, нет. Вру, он сделал Адептов. Просто он не делает Медведей, но это объясняется тем, что у него 50 лимит, он в апкипт хочет посидеть. Он тратит деньги на то, чтобы... Ну, Мунвелла достраивает 90 лимита, видите? Вот, он хочет немножко побольше денег получить. Только Эдрят сейчас нельзя отдавать. Вот сейчас размениваться не стоит. Хотя он нормально себя чувствует. Дыхнул. Не добил одного Эльфла, но разменял телепорт. Не, короче, это 2-1 в пользу Ла-Ла, это с очень высокой вероятностью. У него отличный банк, он прекрасно чувствует игру. Герой у него значительно круче по уровню, и он понимает, что... что он прекрасно доживет, до чего захочет. До Медведя, до МГ, до Арбы. 2 свитка у панды, панда идет к пятому, панда 4 с половиной. У Алхимика кольца защита очень хорошая. Мортиры, сорочки. Да сразу направо стрелять надо было. Чё-то ряды стоят, курят. Там как раз тебе нужно и артефакт этот, и панду пятую получать. Надо было. Он не трогает желтую точку, лалает. Боится, что как раз к нему в этот момент придут, может быть. Но он успел бы все равно это сделать. Там, чё, два героя, 8 триад, первый Медведев, Эршн Товин. Лимиты у него меньше на 12, но у него герои круче. Да? Да, что ты сделаешь, что ты за Хуманов не играл, видимо. Все уже очень плохо. Веспов надо выводить. Там два героя всю армию просто от этой самой. Сейчас вины пары. Ой, какое дыхание, господи. И Дима там опять нажигает за четверых. Дима ингул, Диме надо этот передать. Дыхание новое, дыхание новое, дыхание новое, как панды. Вау. И передать ему бутылку, камень жизни. Там все горит. Просто там все горит. Там Дима сумасшедший. Абсолютно. А, у него же камни жизни. Нет, это не у нас камень жизни. Панда пятая. Ой, я бы вышел, блин. Капец, какая грязь. Делаем ставки, сколько урона нанес Дима. Я думаю, 25к просто. 25к за, за вот эту вот небольшую игру сравнительно. Какая грязь. Риджу, вставчик, чтобы не не диспыльнули. Он сейчас как раз вернется, мана восстановит, жизнь восстановлен. Пандариски, пандариски, диспел, Риджу. Уходит красиво. Ё-моё. Да тут, знаете, Дима вернется, панда вернется вот на эту кучку и все. Они за счет лунных колодцев и бутылок просто маны жизни все убивают. То есть, вот эта вот отдача не нужна. Пока герои у тебя не готовы, пока там Дима чем-то занимается, панда тоже закупается, выпивает. Не надо лезть. Дима здесь, здесь. Протектор перекапывается. Ла-Ла это уже больше, чем Тиаша. Панда выходит. Причем, посмотрите, как она прокачалась. У нее единичка винные пары, тройка дыхания и одна пассивка. Как раз из-за того, что винные пары, во-первых, срабатывают, все равно у тебя триггер на зажигание, если противник не диспелит. И во-вторых, дебаф на первом уровне, он самый жесткий. То есть, второй, третий рост, он идет непропорционален первому уровню. Ну, как это часто бывает. А вот и мана еще у панды. Йо-моё. Дима снова заставляет всю армию просто. Да, с эмаляцией, конечно, они нагородили огород. И Дима шестой. Он вырубает эмаляцию, на самом деле, и врубает ее. Ну, че, погнали? Погнали. Дима с арбой, со сплэшем, 1500 просто хп, скорее всего. Плюс 20 урона, плюс 5 армора, там прям Супермен. Ну, он зря врубил сейчас, надо было прям на мейне это сделать. Потому что, когда вот здесь армия эльфа останется, Хуман уже вряд ли будет сильно отступать. А так, много времени потратил на Дима Хантера своей ультой. Видите, в кучу просто стреляют. Просто в кучу, там, сплэшем все. Два героя останавливают, там, сколько, 70, 60 лимита. 60 лимита. Никто не хочет с ними сражаться, вообще никто. С этими психами ненормальными. А в это время медведи такие, добрый вечер. Так, рифл вышел на 10 медведей, такой, что? Зачем? Ну, мейн можно тыкнуть, кстати. Не знаю, почему не тыкает мейн. Да, лайт выигрывает тут, очевидно. Очевидно. Ставит параллельно базу, Дима 1 врывается, нарезает. Капец, какой же он псих-то. И еще панда с маной перебегает. Сейчас кучу смотреть. Шестая панда. Ультуем? Ультуем. Ё-моё. Бедный Тиаш, он сказали, от депрессии будет лечиться, но как после такого вообще нет. Лучше бы он не играл сегодня, наверное. Сплошное расстройство для него. 25 кау, Дима Хантера, смотрите по урону, сколько он нанес. Два героя вместе взяты. Половину урона только нанесли от того, что нанес Дима. Мне кажется, эмаляция все-таки не сбалансирована. Сейчас мы переходим к Хавку. Он будет играть сперва против Фокуса, а потом будет играть снова против Тиаша, если победит Фокусом. Переходим к следующему матчу.